Низкий поклон вам, дорогие ветераны, подпись депутат законодательного собрания Андрей Никеев. И таких баннеров с поздравлением ветеранов с политическим контекстом на центральных улицах города десятки, а может быть даже сотни. Здесь, на пересечении улицы Терешкова и Рыбаковская, они буквально через каждые 100 метров. Соответствующие баннеры появились за неделю до Дня Победы. Сфотографировался с ветераном для городского баннера и мэр города Владимир Линых, который ранее подал документы для участия в праймерис Госдуму, и лидер оппозиционной партии Оксана Набатчикова. Помимо баннеров по Оренбургу во время празднования 9 мая на Советской работала площадка, где дети исполняли военные песни на фоне баннера с депутатом. На майках у некоторых было написано его имя. В социальных сетях горожане высказали, что данное действие – прямое вовлечение детей в политику. При этом коммунистам, например, не разрешили размещать свою экспозицию на Советской 9 мая. Это было расценено полицией как незаконная пропаганда. Замечают ли политический подтекст в атрибутике Дня Победы горожане, и как они к этому относятся, мы спросили у прохожих. Если он делает это до выборов, то значит этот человек серьезно ответственный, и он к своему делу будет относиться ответственно. А если этот человек просто перед выборами так делает, то, ну, блин, я уже не знаю, как можно будет относиться. Каждого видно, кто какой на самом деле. Я даже не обращала внимания на это. Живем за городом, как говорится, и нам вроде бы все нормально. Конечно, замечаем. Ну, как-никак. Депутаты тоже же должны как-то внимание ветеранам уделять, поэтому, думаю, в принципе, нормально. Ну, что поделать, 50 на 50, хотя бы так, хотя бы уже есть 50 процентов, что ветеранов как-то хоть вспомнили. Журналист Игорь Комиссарчик считает, что большинство горожан уже привыкли к использованию Дня Победы в качестве агитационного повода. Тенденция заметна на протяжении всех 30 лет существования свободных выборов. Мне кажется, большинство людей к этому уже привыкли. Тут нужно разделять еще, что есть действующие депутаты. Созыв кто-то два, кто-то три работают у себя на округе. Понятно, что они с этими ветеранами много лет работают. Они с ними с удовольствием фотографируются, совершенно не против, чтобы они были на баннерах. Но да, есть кандидаты, которые, грубо говоря, баллотируются в первый раз. Фотографии на баннерах, наверное, многим оренбушцам режут глаз. От этого никуда не уйти, с этим просто надо смириться. Так было, так есть и так будет. Политическая подоплека этого года связана с выборами депутатов в региональное законодательное собрание и Госдуму, которые состоятся в сентябре. По всей видимости, пиар к этой дате будет только набирать обороты. Валерия Шарова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.